Всем привет! Хочу поговорить про фильтра. Первое это биокерамика. Первостепенный фильтр используется перед другими элементами фильтрации, обеспечивает изначально не механическую, а со временем и биофильтрацию, удаление твердых частиц и равномерное прохождение воды через следующие слои. Площадь фильтрации валиков 600 метров квадратных на литр, изготовлены из мелкоперфорированного материала. Стеклокерамика выглядит так же, как и био, но 10 раз эффективнее, чем обычная керамика. Площадь фильтрации 1600 метров квадратных на литр для поселения нейтрифицирующих бактерий. Но вид, повторяюсь, такой же. Активированный уголь. Вот он. Вот так. Ну, обычный черный уголь. Удаляет неприятный запах, нежелательную окраску воды, впитывает вредные химические соединения. Неактивированный уголь следует менять раз в месяц. Перед применением следует промыть угольную пыль. Биошары. Вот они. Вот такие. Можно и самому, конечно, такие сделать, да, что-то подобное. Там нарезать какой-то пластик, там некоторые заморачиваются. Ну вот они есть уже и готовые. Создают большие площади на небольшом объеме в аквариуме для роста нейтрифицирующих бактерий, которые перерабатывают аммиак, выделяемый рыбами. Поролоновая губка или мочалка. Вот она. Вот такая. Поролоновая. Крупнопористая мочалка используется в наружном фильтре вместе с керамикой. Среднепористая, в отличие от крупнопористой, удобнее в эксплуатации. При съеме от нее не отпадают крупные частицы планктона обратно в аквариум. Тем более, если у вас только один фильтр. Мелкопористая в течение нескольких дней может забиться, уплотниться и необходима недельная чистка. Если забыть о чистке, может вывести из строя помпу, которой каждый месяц ставят новые. Фильтруют только мелкую звезь. Так что, ребята, ставьте среднюю. Вот, как говорится, золотая середина. Не заморачивайся ни с крупной, ни с мелкой порой. Среднюю взяли и все. Дальше здесь зиолит. Вот он, в такой упаковочке. Ну, раскрывать я не буду его. Ну, в общем, упаковку вот так она выглядит. Сзади написано зиолит. В общем, сорбент. Главное его качество вытягивать из воды азотные вещества, а уж потом тяжелые металлы. Органику он вообще не трогает. Для этого есть уголь. Вот этот. Используется свежезапущенным аквариумом, пока не устоялся биобаланс. В качестве фильтра тонкой очистки водопроводной воды. Также есть синтепон. Вот такой вот. Альтернатива губчатому фильтру. То есть, вот этому. В качестве финишного слоя для очистки в многоуровневых фильтрах. Но может быстро заиливаться, через месяц остановить фильтр, если не произвести своевременную замену. Ну, или может использоваться в качестве префильтра. Спасибо за внимание. Кого заинтересовало данные товары, переходите по ссылке на наш сайт за Акул ЮА. Всем пока. Продолжение следует...